Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Хей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий от Канала Куплинов Плей! Ииии... давненько... давненько не было у нас ничего такого сопливого, такого, значит, такого прям уху-ху-ху-ха-да Веселого интересного... Сопливого-веселого, да, такого интересного и историко-содержательного сюжета-разрывательного И вот чё-то такого, чё-то... Ну, ты понял, короче, о чём я говорил Игрушка называется Last Day of June, последний день июня Давненько тоже где-то она у меня все лежала в списке желаемого, что-то типа того И вот, наконец-то, опять-таки, сейчас дошли до нее руки, поэтому давайте начнем историю о Кай Игра, не знаю про что, не читал описание, потому что думаю, что это все спойлернет и все 505 игр представляет Я надеюсь, что здесь обойдется без авторских прав по музыке, потому что в таких играх музыка играет немаловажную роль Так, окей Хочешь, я тебе машиной задавлю, тебе сразу потеплее станет Да-да, конечно, хочу, задави меня машиной Короче, не знаю, мы играем за чувачка, у которого большие очки Это, судя по всему, его бабеха О, бля, что ты, ну Очки, блядь, перевешивают Играем за чувачка, у которого есть бабеха, они сидят на причале, она рисует какую-то картинку, судя по всему И мы должны будем принести машину Окей Зря я пошел по кустам, потому что, возможно, какие-то клещи Опа, цветорыги Потому что, возможно, какие-то клещи там, что-то еще, мало ли Отнести, типа, сразу надо Ты замерзла, вот тебе цветок Ешь Ешь Шевели челюстями и согревайся Так, это крутится? Да, это крутится, окей Играю я на джойстике Так, на, держи Как это так идеально приклеилось, смотри Так, цветок ее в волосах от достижения, ну окей Здесь что-то типа Dark Souls сейчас, наверное, начнется Потому что я могу управлять камерой именно так, как и там Может, кому-нибудь втащу? Он, наверное, хочет прогреть машину, чтобы она села и, типа, перестала мерзнуть Ну давай, прогреем Необычная рисовка Первый раз вообще такое вижу, если что Какой-то он, а, не кудышный, по-моему Какой-то он Типичный какой-то задрот, блядь Который еще, в принципе, сделал даже И что-то просто Наитипичнейшее сделать не может Он полез через машину и чуть не помер Ну ладно, это его право Он задрот, он должен был Изначально понять, что Нужно было с другой стороны заходить Потому что с этой стороны он не дотянется С этой стороны будет все херово Но это не его проблема Он просто решил быть умным Умным, неповоротливым И я не говорю, что все умные такие, но Это стерять Почему бы и нет? Я не поверю, что эта косынка ее как-то согреет, но ладно Еще раз говорю, ты заглянешь, я тебе очки разобью Что-то она такое рисует Наверное, волны А, нет, что это за херня А, капитан очки Окей, я понял Капитан глаз Она стебет его Внезапно Откуда это ты его вытащил? Объясни ко мне У нее не было никакого... А, так она придуривалась А, сучка Она реально, она прикинь, сказала Типа, мне холодно, иди в машину Самое это время из-под моста достала подарок, наверное А, хитрожо поедеваха Хитрожо поедеваха, хорошо Ну не надо его, что ты подумаешь, уснул? Что сразу будить-то? Вот это у меня очечи Как с таким вообще можно жить? Они же бляха с полголова Прикиньте, у меня очки вот такие вот Бля, как бы я в них ходил Какая она впечатлительная Прямо обосраться Так, окей, давай поиграем за тебя А, это показывается, типа, как это было до То есть какой-то старик принес ей подарок Который она, скорее всего, заказывала Она начала уже визжать, кричать от радости Но потом вспомнил, что, если что, она испортит сюрприз И поэтому перестала орать Пока-пока Пока-пока Дедок, бляха Мне нужно найти, куда его спрятать Я понял, здесь? Ну нет, слишком палевно Ты че? Да не, он увидит, ну Не пойдет так Да, конечно, нет Ну Так, окей Рассмотреть А, он тоже Она тоже, типа, супергерой Ж, это Ты человек, жена, окей Замечательный супергерой Да, они, блядь, приколисты Так, а че еще здесь рассмотреть А кто эти картины рисовал? Ни хера себе, у вас тут художник, что ли, с вами персональный ходит? Это Ебать этот Чувак Привет, сосед Он че тут с вами живет? Вы с ним поосторожнее, будет неадекватный на самом деле Он вас может застрелить или что-нибудь с вами еще сделать А может быть, это и ее труп в подвале твалялся у нее? Точеньema в подвале в этой могиле. Так, нужно где-то спрятать. Тут он рисует, хорошо. Тут это не его судя будет. Здесь вообще не вариант. Человека мышка нарисована на... Окей. Окей. Бляха, вот он! Я тебе говорю. У них у всех одна семья, что ли? Дед принёс подарок, он уже нарисован здесь. Так, тут. Ну тут, наверное, тоже он увидит. Хотя рядом с конфетами заходит что-нибудь сладенькое увидеть в подарок. Неплохо. Нормально. Да в смысле нет-то, чё ты? Ты привереда какая, а? То есть таким образом она сейчас дойдёт до речки и спрячет его под мостом. Это не очень, но ладно. Наверное, так и будет. Да что ты будешь делать-то? Одни сердечки уже по всему дому. Всё и не так, всё и не то. Я тебе говорю, сейчас пойдём в пруд. Мы сейчас уйдём в пруд и будем хранить его там. Та шо я тебе говорю? Хе-хе-хе, я тебе горел, горел ты, я тебе горел. Я всё понимаю. Всё вижу, всё предвижу. Я прям вангую только в путь. Да, пойду отнесу его в пруд. Может, не в пруд. Рифмы типа. Она даже посмеялась над моей рифмой. Она даже прикольнулась. Ага, я понял, окей. Там она спрятала этот тест. Он такой откроет, а она такая уже с пузом. Он такой, бля, я думал, ты толстая. И всё, и он всё поймёт. Ну, хорошо. Но реально, это какое-то не очень хорошее место для хранения подарка, потому что, во-первых, сыро. Там, во-первых, дети. Бомжи. Её застрелить. Нет, её не могли застрелить, потому что это прошлое. Так бы она была уже мёртвая. Так, он недоволен. Нихера себе, кто это тут у меня шмаляет? Я не понял. Ну-ка, нахуй. Алё, бля. А, и тебе говорю, он неадекватный. Поехали, мёргава, достойной. Жопа, жопа, я не играю. Всё, и уходи. Человек-жопа. Да она прячет подарок твой под бастон. Это у них какой-то свой... Свой язык, наверное, да? А, он должен ей сказать, типа, я ухожу играть с пацанами в футбол. Если я сломаю руку, не жди меня. Скорее всего, так и будет. Так, ну, это всё видели уже. Я же не думаю, что нам нужно в втором раз всё рассматривать. Блин, я надо... Да-да-да, кричи погромче, потому что она прячет подарок. Она должна успеть его впрятать. У меня даже мысли нет, что она может ему сказать. Она говорит, я принесла тебе открывашку. И ещё кучу непонятных букв. Допустим. Ну, мы этому уже восхищались. Кричи, кричи. Она там подарок сейчас. Ты должна быстренько спрятаться, чтобы ты её не увидел. Надо было одну хватануть. Ты, она убежала, я тебе серьёзно говорю. Он сейчас тоже заметит и скажет, а, наверное, уехала туда. Точно, блядь, уехала. Поеду-ка и я. Вот гениально, я бы не догадался. Просто ни с того ни с сего без... Блядь, а ты чё, с ума сошла? А чё-то она как бы очень так это... Слышишь, чё? Слишком палевно она это прячет. Она слишком тонкая, чтобы спрятать этот подарок. Хотя он в таких очках, он, наверное, перед носом ничего не видит. А тут за спиной, да ещё и бабёхи, попробуй там что-нибудь увидеть. И поэтому они поехали, всё понятно. Но я почему-то думал, что в таком случае нам должны были всю игру к этому моменту вести. Хотя хер его знает, потому что они очень долго ехали. Это всё очень странно. Ну, попробуем в этом разобраться, ладно. Так, окей. Это была небольшая предыстория всего лишь одного момента игрового. Хотя, может быть, игра короткая. Нет, она не должна быть короткая. Она подлиннее. Подлиннее, чем короткая. Так, всё, открываю, да? Да, всё. Уа, тихо, жестик. Ты чего? Она подарила ему гром и молнию. Она сделала его Зевсом. Она подарила ему суперсилы. Вон, он только открыл сразу молнию, как жахнулся. Теперь каждый раз, когда он будет удивляться, пугаться, веселиться, он будет жахать молнию. Так, открывай. А, я хожу. Пойдём, 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 пойдём быстрей, пойдём быстрей. Ты по тропинке пойдёшь? Блин, я тут знаю, короче, короткую дорогу через кусты. Ну, не хочешь, как хочешь. Через кусты можно реально было подцепить какие-то клешни, клешни, говорю, клешей и прочую херую. Поэтому она решила пробежаться на... Да, но она же в юбке, вот, в любом подцепит. Чё, музыка такая нагнетающая пошла, я не понял. Заводи корыцей свою ебтэ. Ускорится? О, а я рулю. Ха-ха-ха, нихера себе, я пилот. Формула-1, ёбаный брат. Давай, держись покрепче, я сейчас вообще ведь гашетку в пол и поедем. А есть у тебя дворники, я ничего не вижу. Куда ехать-то? Сюда? Окей. Так, право нужно соблюдать. Нам нужно ехать по правой стороне. Мы же где-то здесь, в правостороннем движении. А он сам едет, окей. Я одной рукой поеду, без проблем. Да, он сам рулит, вообще нормально. Но возможность порулить дали. Уже хорошо. Симулятор вождения стопроцентный. Последний день июня. Это все было вступление в игру. Это все очень-очень длинное вступление. Тринадцатиминутное. Но за вычетом того, что мы пару минут попиздели. Да, это вступление. А то мало ли игра так кончится внезапно. С того ни с сего. И конец. Просто игра, которая не несет в себе ничего. Абсолютно. Ни капли смысла. Ни крошечки интересности. Просто вот. Типа, вот просто жизненная ситуация. Просто нам показали, почему люди сидят так. С хрени прошло, хорошо. Почему люди сидят на пруду и дарят друг другу белые коробки. Так а что же за подарок? Мы так и не посмотрели. Почему он спит на кресле? Чего-то? Вставай! Это потому что не надо на кресле спать. Спать надо на кровати. Плохой сон. О, как! В смысле? Не понял сейчас. Это когда это? Чего это? Когда это? Я что-то не пойму. Это очень странно сейчас было. А Побеха где? А ты можешь что-то? Нет. А тебе Побеха-то? Это что, хоррор? Нет. Нет, говорит, не хоррор. Нет. Ни разу. А что ты жрешь тогда? И тут закрыто. В смысле? Но он намекнул мне, типа я хочу пожрать. Пожрать. А то у себя побил. Может на улице пожрать можно? Нет. У тебя есть ближний и дальний свет там какой-нибудь? Чего-нибудь подрубить-то? А, вот же ж. Консервы пожрём. Чего бы и нет. А, вот же я... А, вот же я... Уф. А, вот же я... Ну, ибать он без руки. Чуть руку себе не отрывает. А, вот ключ. Серьезно, это же обычная же стяночка. Она же просто открывается. Или что, они там бронированные банки продают? Ну поехали, ладно. Я понял твой намек. Окей, поехали. Не понял. Что случилось-то? Открывашка. Я помню, она где-то была. Нам же тетка приносила ту. Та, ту. Какой ты? А, куда они пропадают? Подожди. Че это происходит-то? Вспомнить что-то. Какая-то странная игра. Она из какого-то... Приколю, что это пролетелось какой-то... Это кто? Это мелкий он? Ой, в смысле? Тихо. А-а-а! Ты пиздюк! Это тупсука! Это он все поломал ему. А бабеха, походу, все? Да, в смысле, и че? Вспоминай тоже. Я бы уже обосрался, наверное. Может, он спит? Может, он спит? А бабеха, походу, все поломалу, все поломалу, все поломалу, все поломалу. Типа, к каждому дому опустились какие-то воспоминания, и типа, я могу сходить, проверить, посмотреть. А, с этой стороны закрыто. Окей, я понял. Надо было через дом ехать? Подожди, через дом можно ехать? Или это типа не той дорогой я поеду? Ну, посмотрю вроде сюда. Нет, здесь не открывается. А здесь? А я думал, это это хоррор вообще какой-то странный такой. Ну, это не хоррор, конечно, но это что-то вообще такое жесткое сейчас происходит. Сыкотное очень сильно. Вот этот пиздюк, из-за которого все случилось. Окей, в смысле? А, ты все это смотришь? Так, туда, наверное, не надо ехать. Это типа рановато. Здесь по всему этому раскиданы воспоминания, которые можно посмотреть. Ну, наверное, логично сейчас будет сходить по картинам, которые открылись. Чтобы видеть что-то еще. О, она бицуху здесь нарисовала. Это картина с бицухой, которая... Странный язык, я такого ни разу не слышал. Это какой? Немецкий? Маглейский какой-то. Что это за наречие? Ни разу такого не видел. Мне кажется, он спит. Потому что... Ну, это херня какая-то. Блин, жизнь такого не бывает. Пойдем посмотрим на пиздюка. Но во всем виноват его пиздюка. А, типа надо собрать все картины по городу, а потом приехать домой и... В них потыкаться пальцем, чтобы вспомнить что-то. Ну, ладно. Вот, что-то сюда сюда, что-то. А, что потом пороги пропадут? Как я туда возьму-то? Точно. Пиздюк. Спасти ее? Не понимаю, здесь, типа, несколько вариантов, может быть, всего подряд. Как это тяжело. Для понимания игруха очень сложная. А, типа, пойти и поиграть с пиздюком, чтобы он не играл один, чтобы не кинул свой мячик, и вместо... Я... О, как, окей. Это, типа, какой-то эффект бабочки. Хорош. Типа, меняешь что-то в прошлом, меняется что-то в будущем. Ну да, если с пиздюком поиграть, он, наверное, не пойдет играть один, он устанет, пойдет домой спать. В смысле, ты опять, что ли, не поиграл? Эй, пошли поиграем, ты че? Ты же сказал, спасать надо. И ему все отказали, и поэтому он пошел играть один на дорогу. Собаке предложи, собаку поиграть без проблем. Я все равно не понимаю, мы уже пошли спасать. Что-то я не нажал, может быть? Глава, чтоб музяка не палилась, серьезно. Глава, чтоб музяка не палилась. А то прям жопа жопная будет. А это он один живет здесь? Где родители? Что за херня? У него есть дом на дереве, он живет один. А может, это деревня одной семьи, а не все типа это? Может, это брат с сестрой? Усатый это отец, та это мать, а это их дед? Ну, мало ли странные семьи в древнях жопотка. Может, может, это еще хлеще, чем нам показывает, тут все завернуто. В смысле? О-кей. нет что-то странный весьма и какой-то городок это он где-то веревку сейчас зачем где-то или ходишь какие нахер веревка куда найти пригодится чё это пока не спасено или чё я чё-то сделал ты узлы какие-то морские вяжь ты чё не можешь калитку открыть открывают эту херню а так я могу за всех играть смысле это непонятно можете а вот как громко-то воспоминания все лицей на воспоминание вот мячик хорошо у него из-за этого мяч улетел он пытался убить змея через кольцо мечом а мяч какое-то время кланки отрикошетил вот дед позвал играть так а где змей то где-то здесь его увидел да сейчас подожди старый некорректи каждый может у каждого каждый у каждого точнее каждый может собирать только свои головы судя по всему но эти воспоминания это кривой бляха чё-то и ростом полметра не быть темы спитболиста смысле а лед и взрослый парень что за звуки сейчас были не понял да киньте собаки дышь она хочет с тобой играть ну давай я думал собака наоборот будет типа собак кидает парень принес так на собаку сейчас рб бежать собака ему сейчас выкинет мячик на дорогу серьезно да вот те дорогу смотри концу дня не не подожди нет нет да не надо было к старому идти и все по новой смотри и дождик и вот сейчас будет конец а больше не закова я что-то сделал не так короче говоря нужно было наверно к старому идти играть он там кричал старый ты давай я не пойду туда нахуй не нужно или нет такого варианта мы подождем пока не проедут и все или опять-таки нет такого варианта беги беги убегай сразу убегай 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 пиздюк да убегайте ну нет чё-то было не так я должен был сделать как все по-другому и сделать так как получилось но это же можно наверно переиграть да наверное можно потому что сюда доступно остальное все закрыто ну окей бля как прикольно давайте короче расставим это на следующую серию игруха прям сразу такая изначально взяла такая и ты панула ссылка на поиск в описании под видео подписывайтесь на канал на паблик дизайн инстаграм комментируйте ставьте лайки и всем до встречи в следующей серии вообще классная игруха всем до встречи всем пока раньше здесь был мат